Друзья мои, вы сейчас увидите кино, которое мы делаем каждый год, потому что каждый год в июле, 26 июля, мы празднуем Филина, день рождения моего мужа. Это особый такой праздник, это наш семейный спектакль, это наша традиция. Не знаю, сколько лет, 40 лет живем Филина, 43 уже, вот и каждый год ставим. В этом участвуют наши маленькие внучки, которые потом вырастают, в этом участвуют взрослые дети, в этом участвуют гости, и это такая очень важная семейная традиция. И в этом году мы тоже сделали спектакль про Боротину, Боротина играла Нелли, вы все это увидите. Также с камерой походил Сергей Бухвалов, наш режиссер и оператор, и поговорил с отлом людям вопрос, который я всегда придумываю, вопросы бывают разные. И фильм был готов очень давно. Почему же мы выпускаем его сейчас, когда на улице уже сыро и холодно, а вы будете любоваться на лето, на лето в деревне Филина? Почему только сейчас? Потому что мне хотелось дождаться такой приятной новости. Выходит все-таки в Альпине моя книга «Семья что надо», выходит с другой уже обложкой, выходит с новым вступлением, но это та самая книга, которую ждут очень многие-многие, которые меня бесконечно спрашивают. Я считаю, это своей самой главной книгой, и писала я ее всю жизнь и еще три года, и помогала мне очень Светлана Иконикова, с которой мы делаем очень много, и совместно книг, и вот так вот книги, которые она мне помогает редактировать. И это книга, за которой мне абсолютно спокойно. И если сейчас вот вы следите за нашими семейными интервью на Ютьюбе, за показом моей семьи, которая вот, слава богу, согласилась быть таким предметом доисследования, вы понимаете, что все, что сказано в этой книге, это просто правда. Но там я еще и пишу о том, собственно, как у нас получилось. И пытаюсь дать советы для тех, кто тоже мечтает иметь семью, что надо. Поэтому я думаю, что это кино этого года, эту премьеру будет смотреть еще немного с другим чувством. И не забудьте, что есть промокод, и можете уже сделать предзаказ книги, тогда она выйдет дешевле, потому что книга толстая. Боюсь, она будет дорогая, я всегда этого боюсь, но это уже не мне решать. Так что приятного вам просмотра, приглашаю вас всех на праздник Филина с огромным удовольствием. В этот раз ты должен спрашивать, как вы считаете, кого больше на Земле, хороших людей или плохих? После того, как люди отвечают, а, конечно, в основном наши гости будут говорить, я думаю, все будут говорить, что хороших людей больше. Следующий вопрос, а что надо сделать, чтобы их было еще больше? Вот, просто чтобы мир был хороший и добрый. У тебя большой набережник. Это зря. Ну да. Мы садимся за стол, кто хочет говорить слова, будет говорить слова, и будем мы вкусно кушать. У нас отличное меню, у нас есть повар Алексей. Алексей, аплодисменты повару заранее, да. Однозначно хороших. Однозначно людей больше хороших, просто они еще об этом не знают. Я думаю, что каждый человек считает себя хорошим, поэтому в мире хороших 100%. Но не все люди считают хорошими других. Поэтому вот тут проблема статистики. Как их посчитать, неизвестно. В мире есть столько хороших людей, с которыми случаются разные обстоятельства. И в зависимости от того, как они с ними справляются, они как-то реагируют. И могут показаться, что их действия и решения плохие. Но в целом я верю в то, что природа человека, она прекрасна и хороша. Хороших больше, но плохие заметнее. Собирались люди, которые хотели сюда. Я только повод, потому что все делает Нина. Она команду сколачивает. Но я тоже как-то участвую. Тут много команд, они все перемешались, но соревнований не будет. Все будут дружить. Ура! Хочется верить, что хороших. Хотя с возрастом эта вера немножко так у меня покачнулась, честно. Потому что уж очень много происходит плохих событий, которые могут организовать только плохие люди. Но хочу верить, что больше хороших. Я считаю и исхожу из того, что в мире больше хороших людей. И на самом деле недавно я читала книжку моего любимого Малкома Латвелла, которая говорила о том, что, например, когда люди говорят правду или неправду, тот, кто слушает, обычно в основном исходит из того, что человек говорит правду. Нам просто проще общаться с другими людьми, когда мы исходим из того, что они хорошие. И на самом деле все мы на это настроены. А люди, которые на это не настроены, например, натренированы, чтобы все время всех подозревать, или сами такие подозрители от природы, этим людям жить очень тяжело. Потому что очень тяжело жить, когда исходишь из того, что мир полон плохих людей. А все в мире люди одинаковые, но они не хотят это признавать. Но они в то же время разные и тоже не хотят это признавать. В чем они одинаковые? Они все могут совершать хорошие поступки и плохие. И двадцать шестого июля мы в эфире нас снова мчим. Поздравить тебя, Володя, за то, что ты есть, за радость встреч. Мы тебя благодарим, благодарим. Я думаю, что если этот вопрос существует, если кто-то пытается найти на него ответ, то абсолютно точно ему очень хотелось бы, чтобы хороших людей было больше. А если есть такое желание, то абсолютно точно хороших людей больше. Я уверен, что в каждом человеке достаточно хорошего, для того, чтобы хороших людей стало больше. Мне кажется, надо дарить тепло, любовь как можно больше. И, наверное, мы такая зараза добрая, которая должна все-таки победить. Я очень в это верю. В моем мире однозначно хорошие. То есть прям подавляющее большинство. Но мне кажется, что и каждый сварит свой мир своими руками. И чем люди больше будут чувствовать потребность в том, чтобы рядом с ними находились хорошие люди, помогать друг другу становиться хорошими, тем, соответственно, общий фон будет еще и еще улучшаться. И общий оптимист, и может быть, это звучит очень наивно. Но тем не менее, я все равно верю в добро, и в то, что люди все, на самом деле, изначально хорошие изнутри. Но вот плохими их делают какие-то обстоятельства, борьба с ними, и еще какие-то вот такие вот сложности, которые мы не потянуть. А если есть друзья рядом, то все на процессе. Да, собственно говоря, как раз то, что мы делаем с моей мамой каждый год, и они метально делают каждый год. Собирать людей вместе и делиться этим добром, это всегда сближает и собирает, и как раз-таки... Слово забыла. Награждает вот этим вот радостью, счастьем, всем, что, собственно, является добро. Нина Витальевна сказала, хочу в этом году буратино. Буратино. На такую классику замахнулись. Ну, буратино, так буратино. Володя согласился сразу, вы же понимаете, кто в этой семье диктует. Делать кого будем? Мальчонку или девчонку? Девчонку. Знаете, значит, произведение. Начнем готовиться, делать серьезное. Мальчонку делать. Спасибо, папа Карл, что сделал меня. Сейчас я займусь своим самым любимым делом. А? Дождик начинается. А что делать? Я не могу остановить дождик. У меня по плану, по сценарию. Легция. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Кем он там был, этот маленький Пиноккио? Был он артиллеристом? Или был он кавалеристом? Или был он барабанщиком? Барабанщиком. Все правильно отгадали, он был барабанщиком. Но барабанщику этому очень не повезло. Что-то на него там, его то ли чем-то стрельнули, то ли чем-то у него кинули. Короче, вернулся он с войны без ног, без руки и без носа. И вот тут в нашей истории появляется настоящий папа Карло. Это был реальный человек, который тоже звали Карло. Ну, их итальянцы, может, половину так зовут. И он был какой-то чудодейственный лекарь. И он был абсолютно впереди своего времени. И он этому Пиноккио сделал деревянную руку и деревянные ноги, деревянный нос. И вот про этого героя с деревянным носом хотел написать роман. Но как он не старался, роман у него не получался, а получал все время сказки. И так он в результате написал сказку. Помогите, друзья, стихи сочинить, чтобы Мальвина внимание на меня смогла обратить. Сочиняем стишочки для моего... Дружочка. Дружочка. Еще, давайте, предлагайте, предлагайте, ну-ка. Мальвины, волосы, Мальвины, волосы прекрасные. А взгляды нежные и опасные. А взгляды нежные и опасные. А еще? Еще? Мальвина светочей моих. А я прекраснейший жених. Кажется, у меня появился конкурент, конкурентища. Кажется, Мальвина уйдет от меня. Нет. Ой, ой, ой. Артемон. Собака я. Аф-аф-аф. Совсем-совсем не волкодав. Но я готов к борьбе с врагами. Я прописарь карабах. Напугать пришел я вас. Здравствует наш карабах дорогой. Уютно нам жить под его бородой. И он никакой не учитель, а просто наш добрый учитель. И меня зовут его, я уж на башу. И я с пустиной кровою и слежу и тушу. А если крабошу, крабошу, иди-ка. Придется помогать. Меня не надо долго сюда приглашать. Сотянулась буратиной Гладь старинного труда. Ах, была как в Буратина. Я когда-то молода. Был беспечным и наивным. Черепахи юный взгляд. Сел вокруг, казалось, дивным. Триста лет тому назад. Юный друг, всегда будь юный. Ты взрослеть, не торопись. Будь веселым, держать им шумы. Траться надо, так делись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся не в попах. Я сама была такою. Триста лет тому назад. Что это такое? Золотой ключик. Интересно, а для чего он мне? Мне-то он для чего? Зачем? Зачем? Зачем он у меня столько лет? Отдать буратина. А точно буратина? А точно буратина? Может быть я отдам Карабасу-буратину? Ведь он мужчина солидный. Мне, мне, мне. Приятный. Мне, мне, мне. Кому отдать-то? Мне, мне, мне. Плать, набери буратину. Отдай, дай. Я фея золотая и ключик золотой. Я им всегда владела и он всегда со мной. Сто лет назад, случайно, он выпал у меня, когда я наклонилась, чтобы собрать маслят. В общем, я рада, что золотой ключик наконец нашелся. Теперь я хотела бы предоставить шанс кому-нибудь из нашей... Молодежи. Да, кому-нибудь из нашей молодежи. Выходите, молодежь. Это я, молодежь. Вся, молодежь, выходите, да. Ага. И поэтому давайте устроим конкурс стартапов. Это опять я. Чей стартап вам понравится больше всего? Очень-очень-очень громко хлопайте. Если вам не нравится, то тут тоже понятно в целом, что делать. Ну, можно уже, можно уже стартап донуть. Вот. Я могу построить домик не на курьих ножках, а на струсинах. Хорошо я придумала, да? Хорошо. Ну, хлопайте, хлопайте. Придумала же я, придумала. А я хочу на болоте сделать грязелечебницу. Вот. А ты, Мальвина? А я открою кукольно-модельное агентство. Здорово я придумала. Хорошая идея. Ероп, Еро. А я переплавлю этот золотой ключик на сережки для Мальвины. Я хочу построить большой-большой-большой-большой собачий дом, будку, и разрисовать его цветами. Цветами. А Карабас? А я построю огромный дисциплинированный театр. И туда маршем будет заходить целый полк. А я не знаю, что делать с ключами. Но я бы хотел, чтобы все люди были хорошие, как меня спросил сегодня Сергей. И чтобы все дружили. И чтобы везде можно было ездить без визы. Но только я не знаю, как поможет мне в этом твой ключик? Да, ключик в этом однозначно не поможет. Но это можем сделать мы с вами. Я, наверное, все-таки хочу подарить тебе кукольный театр. Там ты сможешь собирать друзей, ставить добрые, хорошие спектакли. Ну вот как мы с вами сегодня. И тогда мир станет чуточку добрее и лучше. Сегодня плохая погода. Прохладно и много дождя. Но нам не победа природа. Нам греют нас наши друзья. Пусть будет вокруг что угодно. Пусть дождик нам слышит засмех. И дружба с любовью сегодня спасут и порадуют всех. И дружба с любовью сегодня спасут и порадуют всех. Ура! Мне нужно, чтобы больше хороших людей рожали больше хороших детей. Чтобы им помогало государство содержать их. А чтобы сами родители растили детей в любви, в приятии. Мне кажется, вот это очень важно. Как это? Веди себя с другими так, как хочешь, чтобы другие вели себя с тобой. Это такая истина из серии. Лошади кушают, овес и сено. Волга впадает в Каспийское море. Но она же правда работает. Я думаю, что не надо пытаться менять ни одного человека вокруг себя. А нужно просто попробовать поменять себя. И сделать себя чуть лучше. И делать себя чуть лучше каждый день. И тогда точно абсолютно хороших людей станет больше. Как сказал мой любимый Фазиль Искандер, мы не плохие, не хорошие. Вы плохие или хорошие в зависимости от обстоятельств. И хорошо бы было, чтобы обстоятельства были такие, чтобы люди были хорошие. И в данном случае в обществе, мне кажется, для этого нужно, например, больше толерантности. И нужно больше открытости к мнениям и образу жизни других. Ответ такой, людей не переделаешь. Но можно повлиять на обстоятельства, когда они будут себя хорошо проявлять чаще. Иных уж нет, а те далече. Мы вместе продолжаем жизнь. Мы не грустим, еще не вечер. Мы много можем и хотим. А если взять и оглянуться, И вспомнить первый поцелуй, На нашу милость увынулись. На то, как жили мы с тобой, На то, как малышей растили, Теря заботы пополам. Мы мало спали, бедно жили. Семья давала силы нам. Еще друзья, еще работа. И это тоже общий мир. Всегда рассказывал мне что-то мой муж, Когда я шла в эфир. В его науке я не смыслю, Но поражалась много раз Полету свежей, новой мысли И тем, как ты ведешь рассказ. Теперь мы оба педагоги, И мы довольны ремеслом, Но помогаем. Ну, не боги, Но просто за руку ведем. Проходит жизнь, Проходит годы, А дети выросли давно, Согласно голосу природы И у нас продолжить суждено. Сапфир глубокий, Синий камень, То черен он, То небо синий. Чтоб не случилось, Мир и с нами, Мы рядом вместе. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ